Возложение венков и цветов Останки 21 красноармейца перезахоронили в Ветковском районе К сожалению, имена погибших солдат установить не удалось Останки красноармейцев были обнаружены и перезахоронены благодаря работе военнослужащих Специализированного разыскного подразделения военной части 28-443 И Гомельского областного поискового общественного объединения николи не забудем Память освободителей почтили минутой молчания Останки 21 воина захоронены в братской могиле, в которой покоится более 870 воинов Красной армии На заседании облсполкома рассмотрен ряд актуальных вопросов В частности, дана оценка проведенным мероприятиям по наведению порядка на земле Соответствующая работа признана удовлетворительной И по ряду позиций Гомельская область является лидером Среди задач этого года более активная работа по раздельному сбору вторичных отходов и их переработки Плюс наведение порядка около сельскохозяйственных объектов Выявление земель, которые используются неэффективно И борьба с инвазивными растениями К нарушителям природоохранного законодательства будут применять меры административного реагирования Второй вопрос повестки дня – работа с обращениями граждан В прошлом году жители Гомельской области обращались в органы власти всех уровней более 25 тысяч раз 4600 обращений поступило в облсполком Среди наиболее актуальных тем – работа ЖКХ, строительство дорог И деятельность учреждений здравоохранения в связи с пандемией коронавируса Анализ показывает, что значительную часть озвученных проблем можно было снять на местном уровне После капитальной модернизации в Третьей Гомельской больнице открылся акушерско-гинекологический операционный блок На реконструкцию из областного бюджета было потрачено около 3 миллионов рублей И это, по сути, первый этап масштабной реконструкции больницы Как и в первую, так и в вторую волну пандемии учреждение обслуживает беременных женщин с коронавирусом Что делает особенно важным создание условий, позволяющих проводить лечение максимально эффективно В регионе начал работу клуб молодых промышленников В его составе 12 человек, представители 8 крупных предприятий В течение года они будут проходить обучение, которое позволит им в будущем стать эффективными руководителями Обучение будет проходить по разным направлениям Экономика, управление персоналом, развитие лидерских качеств Занятия без отрыва от производства Предусмотрена как очная, так и заочная форма обучения